Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на iPhone 7 Plus 256 гигабайт. Купил я его спустя 4 года мечты. Я безумно хотел данный телефон, но с вовсе я позволил только мой первый iPhone 7 на 128 гигабайт 4 года назад. Теперь через 4 года назад все возвратилось. iPhone 7 Plus 256 гигабайт. Японская версия. Получается фото с щелчками без высшего обрежения. Минус, но цена бюджетная. Все подходит. Плюс для путешествий телефон очень хорошо подходит. Большой аккумулятор 2950 мАч. В моем 1900 где-то. Выдержит гораздо дольше. Заряд дольше держит. Камера лучше. Двойной зум. Портретный режим. Чем он меня привлек? Своим габаритом 5,5 дюймов, но со временем ко всем привыкать. И перейдем к обзору. Коробка вот такая у нас получается. Затем у нас вот так идет инструкция. Даже вот яблочки есть. Это значит, что телефон как бы новый. Потому что яблочки вы просто так не найдете. Скрепочка тоже. Но это все мелочи, которые нам нужны. Скрепочка один раз в год, чтобы поменять сим-карту. Иногда вообще не нужна. Иногда и скрепку можно придумать самому. Но вариантов море. Первое имей телефона. Вот. Телефон имей находится на внутренней, на внешней стороне. Вот. На внешней стороне, потому что внутренняя в коробке. На внешней стороне находится у нас имей. Тут японские символы. Думал, для китайского рынка. Нет. Все-таки телефон для рынка продаж Японии. Телефон вот так. Также имей у нас есть вот тут под коробкой. Раз. На внутренней стороне, на внешней стороне. Затем есть на внешней стороне айфона. Тут очень видно, не очень. Потому что наклеена у меня вот такая пленочка для защиты с внешней стороной. Ну, айфон, посмотрите, вот так. Вот. Как на нем можно звонить? Ну, такой огромный. Вот. Не могу даже в руках держать. Вот так вот. Комфорт там. В нем, ну, что сказать, комфорт. В принципе, шустрый. Смотрите, все быстро. Но иногда бывает такое, что хочется и об пол кинуть, потому что не все так хорошо работает. Иногда бывает загрузка долгая. То айфо включаться, то выключаться, то блютуз включаться, то выключаться. Мобильный интернет работает, не работает. Понять очень сложно. Ну, вот так. Временно все. Внешний, в принципе, состояние его внешнее очень хорошее, потому что все цело, все работает. Что вам еще надо? Новый. Давайте посмотрим в комплекте у нас USB-кабель и зарядка. Это под американскую вилку, но вроде бы для Японии тоже. Пишет, что Калифорния. Но у Японии вроде тоже такая. У них разъем для зарядки. Все тут. Все отлично вообще подходит. Мне не выниматься надо. Ну, что тут видеть вам? Тут и видеть-то не надо. Переходим к обзору. Сразу проверил, сим-карту поставил в нее, работает или нет. Кстати, вот, что можно сказать, любимые фотообоймы, вот этот, вот. Сейчас покажу. Вот капелька, вот такая, или же вот такая. Выглядит безумно. Данная капелька была с поставкой телефона. Что больше всего меня радует, то, что тут прошивка 12-я идет, значит, автономность, эргономичность данного телефона будет на высоте. и все будет работать. Все прилично, шустро. Все-таки 12-я на плавник, аккумулятор дольше, держит, чем 4-м. Переходить не желаю. Даже на новую прошивку, но они постоянно обновите, 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 обновите. Зачем мне надо это? Вот скажи, зачем? Я что, отказаться, все, мне будут капать, пока Software Update. Получается, InstaLubin, настройка, можно настройки. Вот, показал я вам экран, шустренький, шустренький. Давайте сейчас покажу фото. А как бы вам так фото показать? А, фото можно вот так. Давайте, вот тут можно нажать вот так. Вот, если видите, вот, показываю еще вот так. Вот, фоткаю себя. Раз. Теперь, X2 Zoom. Два. И теперь, портретный режим. Я думаю, портретный режим тут работает адекватно, а тут оказывается отдаление, вот такое, X2 надо, чтобы телефон продумал, и реально сфокусировал меня. Давайте. Оно еще и фокус не берет. Давай. Ну вот, сейчас взяло фокус, но очень плохо. Как бы так сфокус. Ровно, хотя бы. сфокусировал. Ну вот, получилось, оно у меня отделило все-таки. Сейчас показываю все фото. вот смотрите, первое фото. Давайте вот так. И листать право. Вот так. Первое фото, затем второе фото. Это и X2. Тоже неплохо. Третье уже, портретка начала плохо наводиться, структуру не чувствует. Вот, хотят, чтобы фокус идеальный был, но идеального фокуса не выходит. Показывают фотки, быстро вам. Но все-таки так, чтобы сказать хорошо. Не, отделяет, да. Ну вот, такое фото, в принципе, на паспорт может подойти. Потому что отретушировать, улучшить волосы, лицо, и все будет отлично. Давайте проверим Wi-Fi, как работает Wi-Fi. Сразу заходим и заходим в Safari. Что нас интересует? Это первым делом нас интересует Apple. Как сайт грузит? Нажали раз. Где-то 5 секунд все-таки дается на прогрузку это все. AirPods Max. Что такое AirPods Max? AirPods Max. Так, тут какой-то видеоклип Apple. Ну вот, смотрите, к Wi-Fi подключено. Смотрите, к Wi-Fi подключено, но прогрузки поставили, затормаживание какие-то происходит. Какой-то клип AirPods Max. это реально вообще-таки объемные вакуумные наушники. Впервые вот узнают, зашел просто на сайт. Звук. Самое интересное, B-T-Price. Какая цена? пишет, 3D-звук объемный. Вот, интересно, обзор на iPhone 7+, оказалось, новый AirPods 7. AirPods Max. Вообще, ватеринфос. Мне кажется, наушники тоже завоюют весь мир, потому что качество Apple всегда на огромной высоте, в отличие от Android. всякие. Android не смогут достать, не пытаются, но все-таки оптимизация системы чувствуется. Вот, если вы пользовались вместе с Android и берете потом Apple продукцию, у вас вот такой прирост прямо экономичность и скорость и происходит. На, AirPods Max. Давайте вот так вам покажу. Прикольно еще Apple сделали вот такую, что они возвышают. Да, вот, смотри, вот так есть 100 и у них так больше становится. Давайте Kaufman посмотрим, сколько же они стоят. стоит покупать. Сидки они такие огромные, их не везде. Cost & Loss гравюр. Бесплатно гравюрок можно дать. Также разные расцветки. Space grau, zilber, grun, skydlau, pink 600 евро. Каннегравюр. Это в Германии 600 евро. Давайте сейчас глянем вот. Пишу. Apple USA. Earth открыть. Она нам DE. зачем нам DE? Дочно не надо нам все. Drive free. Смотрим сколько же стоит. Вот смотрите тут еще сайт такой интересный. Как же прогрузка на саймном айфоне будет. Вот смотрите сколько раз, два, три. Все-таки 3 гигабайта оперативной памяти еще решат. Потому что айфон 7 уже 2 гигабайта не годится. Но 3 года пользоваться еще возможно будут. 4 года уже пользуюсь. Думаю этим телефоном тоже хотел бы подольше попользоваться. XR думал купил и XS думал купить. XR не купил. XS тоже не купил. Потом 11 нет, 12 тоже нет, 13 не лучше будет. Все, на 7 сижу так чай дишь, что больше всего радует меня. Подпечатку пальца два раза нажал. Все. Понизясь можно достать до любой области. Только так. По-другому телефон держать нельзя. Он очень огромный. Очень. Сколько стоит наушники у нас? Ну зачем нам заходим вот это Music AirPods Max HomePod Mini Нет, HomePod это колонна наверное тоже. А Валию был стартинг с 12 15 с 15 до декабря 2020 года. Напомнишь, что сейчас 20 год. В Америке они стоят 549 год. Показываю. 549. Ну давайте 600 евро посчитаем вот так же на телефон так как он у нас в руках. Посчитаем сколько это будет гривен интересно. 600 евро умножить на 35 округлим наш курс 21000 гривен. Покупать не покупать решит вам. Я Airpods купил второго поколения. Я буду с ними ходить еще 10 а через 10 лет уже можно переходить на 3 наушники. рублях это умножить на 2.5 53 тысячи рублей в Америке 550 на 29 долларов это 16 тысяч денег. Но чтобы долететь до Америки еще потратить 300 долларов туда обратно это будет та же цена наушников 16 тысяч сказать что дорого это да боже думаю звук хороший ну когда подешевле втуда сейчас думаю не стоит да в принципе даже зарабатываем но если да все-таки комфорт это дело каждому кто как хочет рублях с Америки 40 тысяч рублей разница на 13 тысяч рублей все-таки тоже это большин что больше всего нравится это заходим мы в будильник и в будильнике старая система вот смотрите 9 щелчок я чувствую щелчки по телефону вот допустим слышно щелчки я чувствую вибрации на новых телефонах такого нет на старых есть выглядит очень хорошо обратно все векер закрыли заметочки если надо вот заметочки все пишется быстро вот смотри язык времени посмотрите какая скорость тремя пальцами пишу все безумно работает тихо приложение для продажи брал я этот телефон скорее для продажи аккаунты руководить все-таки в разных сетях нужно продвигаться это инстаграм OLX изи без платка шаха украинские все сайты по продажу звонит тоже все в порядке давайте запишем диктофон проверим качество звука шаха 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 1, 2, 3 1, 2, 3 Хороший звук Теперь песню хочется еще перко-сет Футур Это американский рэпер, и послушай его песню, потому что она идеально подходит Идеально Все, вот такое видео небольшое Майска Безумно нравится данный телефон, потому что я 4 года его жал Реально Камера работает безупречно, фронтальная Потом внешне Безумно Телефон Вот так Кушку приложил звук Стерео, моно Все есть Вот так Очень хорошо слышится Вот, смотрите, как выглядит Очень хорошо И в данной песне Вот Вот Показывается машина Ролл Ролл Ройс Роллс Ройс Роллс Ройс Роллс Ройс Машина Великобритания Сейчас Машина Роллс Ройс Роллс Ройс Роллс Ройс Роллс Ройс Роллс Рgebaut Роллс Р Очень нравится, потому что реально очень хороша данная машина. Вот смотрите, волосы просто вот так уложил, все, супер. А иногда волосы не вкладочка, как хотелось бы. Очень нравится. Обилетит. Очень нравится данное видео, как-то сошло мне. Очень нравится. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...